всем здравия с вами видагор сегодня у нас тема значение сказок сегодня с нами дорислав стариков и виктор максименков и еще обещали подойти евгений макаров и екатерина уланова так это проверка звука было извиняюсь очень хорошо звук идет это специально сделал чтобы услышать что звук пошел по сказкам я сегодня может не буду говорить может потом скажу я так вкратце скажу что даже вот как я индийские веды изучал и оказывается что вообще невероятные вещи индийские учителя говорят что еще 5000 лет назад у них пять наших сказок записаны как веды там как-то у них называется это шрути но у них по-разному там шрути упринь пришады там всякое такое шрути это сказка курочка ряба колобок репка золотая рыбка кстати многие думают по моему что и пушкин написал да вообще-то это древняя ведическая сказка еще 5 забыл какая и там тоже есть значение сказок трактовки и я скажу по значению по трактовкам сказок да в древние времена так мудренно составлять могли люди тексты что там мог и до 50 значений может быть той же сказки например может быть да но может сейчас кто-то и не знает столько их конечно хорошо если мы соберем там и 10 не соберем значений наверно но все равно и даже людям ведающим которые изучили веды им открываются все эти значения не начинают понимать что это означало и не только сказки а всякие разные древние мифы легенды писания пословицы поговорки они если ведать человек изучал буквицу изучал он понимает что древнерусский изучал что многие сейчас на современном русском понимают совсем не так что там сказано в этих пословицах поговорках сказках ладно передаю слово дориславу здравия еще раз всем благодарю гор что я хотел тоже свою очередь сказать про сказки действительно сказки если хочешь сохранить и передать информацию то лучше всего ее конечно положить на видное место и раньше так и делали вот зашифровывали информацию в сказке вот причем некоторые образы сказок они действительно разворачиваются только по прошествию вернее по определенному уровню роста осознанности человека вот вроде бы сказка действительно там про колобок там но много у нас сказок там золотой рыбки например про имели сказка до определенного уровня развития человека образов сказки не открываются и только когда человек поднимается до определенного уровня начинает открываться сказка в ней открывается практике как я уже неоднократно рассказывал в своих роликах про сказку конек горбунок в ней открывается космогония как в сказке про про колобок в них открывается на знание о родовом устройстве как сказка крепко например и вот только действительно вот как сказал вида гор когда человек начинает прикасаться именно к физическим знаниям к физическим образом изучает буквицу изучает образы буквиц ему начинает открываться не только русский язык не только образы русского языка буквиц слов значения слов я недавно беседовал здесь с одной учительницы в начальных классов на вот и мы начали просто разобрали обычное слово вос хищение вос торг вос клик то есть обычные люди не замечают что это слова сложно составные то есть его направление эс союз торг хищение клик и так далее то есть и таких слов вос их очень много и она была очень удивлена как так она увидела слово русское которое знала давным давно совершенно другом свете и с нашими сказками сейчас происходит то же самое то есть они разворачиваются начинают нам рассказывать о древних временах на в то же время если так вот сейчас разбираться была высокоразвитая цивилизация да баба ёшка летала нами на наступе но понятное дело что на если рассказывать сказку например в теле ну даже в том же 19 веке когда технологии еще были неизвестны вот да и сейчас еще технологии мы догадываемся что это какой-то антиграф и метла это своеобразное так сказать сопла вот но какие конкретно технологии мы сейчас до сих пор понять не можем то есть а как можно было передать но была культура высокоразвитая были цивили были на технологии потом все это рухнуло по каким-то причинам а вот ушло там катастрофа случилось а как потомкам то рассказывать о том что было поэтому и начинали начинали это завуалировать в образы то есть это один вариант когда пытались передать те знания умения навыки это в эту культуру которая была вот в таком вот виде баба яга на курьих ножках но на самом деле ведь они действительно в куре то есть курить это значит дымить то есть это явно сопла были ее избушка которая вращалась сама и двигалась но однозначно это не просто рубленая хата и понятное дело если например ту же плату от какого-нибудь нынешнего мобильного телефона найдут там какие-нибудь аборигены но они не поймут что с ней делать то есть что это такое потому что даже нынешний человек не понимает если он найдет эту плату микросхему он все равно не поймет это могут понять только ученые в лаборатории которые создают все эти технологии вот даже мы обычные обыватели найдя плату мы не сможем понять что в ней ну вот ну и соответственно точно так же например когда от древних цивилизаций оставались какие-то останки какие-то артефакты тоже средневековье например но даже если бы там конкистадор и нашли бы пластину я уверен они нашли на которой были изображены самолеты но эти самолеты все равно бы ничего не не сказали ну вот это то же самое что ребенок пятилетний сидит с родителями за столом родители разговаривают о своих проблемах на работе он их слушает но он все равно не слышит он не понимает о чем они говорят то есть он может это понять только да да когда дорастет до их уровня только тогда ему будет понятно вообще о чем они тогда разговаривали о каких премиях а каких там какой зарплате вот а каких там каких-то производственных делах так и у нас получается что человек может расшифровать сказку только находясь на определенном уровне развития то есть мы растем растет наше сознание растет наша осознанность нарастут наши знания и для нас сказки начинают открываться все сильнее и сильнее все глубже и глубже и вот сказка например про емелю и золотая рыбка в том числе у нас богиня рожана управляет покровительствует черту гущуки на своружем круге рожана в нашей культуре традиции это богородица которая управляет силой проявления в явный мир поэтому она покровительствует беременным женщинам она вообще в целом жёнам в нашем покровительствует освещает их чрево для продолжения рода и соответственно она вообще находится вот между мирами и помогает проявлять материальные идеи нематериальные идеи так сказать из нави в явь то есть помогает вообще ведь не только женщина может быть беременной беременным может быть и мужчина только раньше называли беременным идеей мужчину то есть мужчина обременен идеей он ее хочет родить он ее хочет проявить в явный мир и конечно же кто ему помогает в этом рожана богиня рожана которая помогает ему проявлять объекты идеи в явный мир и вот в этих сказках как раз очень хорошо и наглядно показано с тоже щукой например емеля выловил щуку в наших сказках очень часто море океан проявляется и показывается как навный мир и вот по каким уже там опять же если брать ту же печку на которой он лежал ведь раньше считалось то печь печь рак ну вот то есть это место где проходили обряды обряды перерождения вот опять же он но не не знаю этой информации очень трудно обычную печку русскую на например с той же и ассоциировать с какой-то пещерой в которой проходили перерождение но и с русской печкой тоже ведь обрядов очень много связано туда тоже маленьких детей на перерождение то есть ребенок хворый натапливали печку и печку его закладывали вот то есть как перерождающегося сказках у нас же опять показано как баба яга на печку сажает только что еще это потом немножечко видоизменилась но это везде показывает что в печку не просто так засовывали а засовывали именно на перерождение и вот емеля опять же само само имя емеля то есть что он мелит что он перемалывает вот и вот он пошел за водой он был на печи то есть он ничем не занимался как его не уговаривали как его не просили никакими материальными вопросами он не вед то есть он не занимался и независимо от того кто его просил вот он занимался своим делом он был на печи то есть он занимался вот слушай и он дослужился что он завоевал доверие богини рожаны то есть он поймал щуку но посмотрите он ведь ее не съел тонны он ее не стал использовать в таких вот чисто бытовых материальных вопросов чтобы просто насытить свой вкус он ее все-таки услышал ведь услышать щуку вы кто-нибудь из вас щуку слышал хоть раз то есть опять же какой надо иметь уровень сознания и умение взаимодействия с природным миром чтобы щуку услышать и вот вот эта сказка но она вся вот прям вся показывает и зашифровывать информацию о том кто такой был емеля да он слушал он услышал услышал щуку и он таким образом ну так сказать освоив силу материализации в явный мир потом мог делать все что угодно перед ним открылись все двери что вплоть до царской власти то есть он обрел такую силу такую скажем так власть благодаря силе проявлений ну вот с дедом та же самая ситуация он на море океане рыбачил если учитывать что море океан это навный мир то есть он жил на границе вообще он же не с бабкой жил он жил на берегу постоянно то есть он вообще находился на границе между мирами ну вот и бабка опять же ну здесь сказка тоже с многими образами то есть одной стороны вроде бы как стремление бабки к материальным ценностям то есть вот это вот жадность и и погубила и она получила опять же то начинал ну вот то есть и ничего блага не принесло но с другой стороны дед и опять же довел до такого состояния но ладно это не в этом дед находился на границе и он опять же поймал золотую рыбку то есть рыба и вода опять там щука здесь и рыба он опять освоил материализацию и он говорит хорошо вот я отсвоил материализацию что тебе надо вот тебе хочешь это на тебе вот это хочет вот это одна тебе вот это и конечно когда бабка замахнулась уже на магические силы то есть ее уже не устраивали честно просто материальные какие-то вопросы тут уже высшие силы сказали ну все достаточно возвращайся опять на своем вот то есть здесь кстати в этой сказке еще показан очень важный момент который я наблюдал в реинкарнации когда правители поднимаясь то есть вот это вот сословная лестница поднятия но когда человек по ней поднимается неосознанно как бабка вот она поднялась крестьянка боярыня там под до царицы то есть верхних правителей и потом она с этого верхнего уровня опять упала в самый низ и мне очень часто встречается когда я просматриваю скажем так прошлой жизни когда действительно люди в прошлой жизни были правителями а потом захватив образ народа свалились опять в самый низ и вот они начинают во все лопатки работы чтобы вернуться опять на свой уровень и вы наверное не раз замечали людей которые вот из обычной среды дорастают за так сказать за одну жизнь бизнесом начинает заниматься и с нуля поднимается и поднимается на самый верх вот то есть они не просто так поднимаются они восстанавливают тот уровень который у них был когда-то вот и вот дед а дед как был на берегу как служил так сказать как был между мирами на берегу там между землей и небом так он там и остался то есть для деда в его жизни вообще ничего не произошло вот здесь вообще вся сказка показывает вот этот так сказать подъем и падение бабки и таких вот примеров ну я думаю что надо дать наверное еще слово каким-то другим участникам либо рассказать про сказку конюк-горбунок видогор как ты мыслишь алё звук дадим виктору а потом еще раз ты только я тебя одно хотела спросить про коротенькую сказочку вот что мне интересно что ты скажешь про курочка ряба значение ты знаешь про курочку рябу ну я слышал значение что когда курочка ряба дала деду с бабкой знание так сказать вышних миров вот то они его взять не смогли потому что знание вышних миров нахрапом взять невозможно то есть они били 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 и не разбили не смогли ничего сделать потому что знание вышних миров то есть понимание оно дается очень аккуратно очень вот то есть очень плавно нахрапом его нельзя потому что поэтому мышка бежала всего лишь хвостиком, хвостиком коснулось легонечко. Оно упало и разбилось. И поэтому курочка ряба, поняв, что так сказать, селянам не дано понять это знание, дала им обычное знание. Обычное, так сказать, знание сельскохозяйственное. И таким образом так сказать, дед с бабкой успокоились. То есть вот такой вариант сказки я так сказать, слышал. У меня еще есть немножечко там своя интерпретация. Это вот такой. Он общепринятый такой образ. Всем здравия, кто в чате. Извините, что я не пишу, потому что так сейчас не получается. Передаем слово Виктору тогда. Да, Виктор. Давайте я кое-что покажу. Если потом продолжите. Дело в том, что всех еще раз приветствую, участников и слушателей. Я сейчас включу демонстрацию экрана. И хотел бы с вами поделиться вкратце тем, какие образы сказок открылись передо мной в результате того, что я сам искал ответы на вопросы. И какие чудеса происходят, когда вот эти мысли-формы, заложенные в сказках, открываются перед нами в современном мире при поиске ответов, когда ты знаешь эти сказки. И что получается. Вот, обратите внимание, перед вами картина «Ковер самолета». Казалось бы, ну, тряпка, которая летит. Совершенно не были лица. Придумали, такого быть не может, потому что не может быть никогда. Сопротивление воздуха и так далее и тому подобное. Но это исказили в современном мире. А если мы начинаем заглядывать в прошлое, если мы имеем связь с природой, то мы понимаем, что «Ко» «Ко» это всего лишь яйцо. Вот курица, когда несет яичко, она кричит «Ко». Вер, вертящаяся. Ну, а самолетящая. То есть ковер-самолет это яйцеобразный летательный аппарат, который в процессе полета просто вертится. Вот он на стенах храма, из Сербии. Вот он, два этих аппарата показывают. Поэтому, опять же, те же люди, некоторые там любят бороться за чистоту родного языка. Там им не нравится обратное прочтение «Ко» этого яичка. А оно может быть и всемирным, и может быть и летающим. Они начинают там говорить «Ок, это как бы это не наше, это там английское, латинское». Да нет, это прочтение просто в обратном направлении вот этого яйца, которое курица кричит, и если бы люди жили в деревнях и хотя бы были ближе к природе, они бы сразу это могли разгадать. А помещенные в искусственную сферу, где никаких курей нет, никто там ничего не кричит, прошлого не знаем, оно начинает пониматься как непонятный образ, что это такое. Это летающий аппарат. То же самое с коньком-горбунком, то же самое. Опять же «Ко», опять же «Н», и опять же обратное прочтение «Ок». Ну опять же что-то наподобие летающего. Почему горбунок? Ну вот вы все, кто видел русские избы старые, вот видели вот этот как бы конек наверху крыши, вот эта морда такая делает. Конек есть и на судне плавающем. А это летательные аппараты различные, из Китая, там, Малайзии. То есть летательные аппараты богов с этим коньком. Они, возможно, из-за того, что вот человек в нем находился, опять же более-менее близко к яйцу. По всему миру такие изображения. Вот оно и в том же Египте, и Америке, и Малайзии. То есть сверху была Азия. Опять же вот эти коньки на этих летательных аппаратах в виде морд. И эти летательные аппараты опять же близкие по форме к яйцу. Опять же почему яйцо, Потому что форма шарообразная, она идеальная. Шар не имеет развития, он все, он идеален. А что нужно, чтобы он развивался? Нужна другая форма, нужно добавить еще одну часть, и нужно, получается, зарождение процесса жизни. Вот и получается форма яйца. То же самое наша Вселенная раньше представлялась в виде яйца, и тот же центр Вселенной, полярная звезда, он как бы центр этого яйца над нами, то есть это Вселенское яйцо. Мы рассматриваем тут яйцеобразные летательные аппараты на Земле с коньками, а если Вселенское яйцо, как бы именно про образ жизни, которая зародилась и будет развиваться. То же самое и ступа Бабы Яги. Ну, казалось бы, ну как это, сел в какую-то емкость и полетел. Это было бы фантастика, если опять же при изучении мы не видим эти ступы, ну пускай без боковой от этой оболочки. Это каменный рельеф Майя. Рисунок, которых быть не может. И мы бы них не узнали, эти летательные аппараты ступы, если бы ребята не были одеты в кислородные маски, вот они, хоботки эти, как у слоников в Америке, подчеркиваю, в Америке, где слонов никогда вроде не было, ребята с хоботками изображены на барельефах, стоят они на антигравитационных платформах тире ступах, которую товарищ Гребенников опять же на природных принципах изобрел в конце 20 века, он ее испытал, ну и как бы и унес секрет с собой в могилу, чтобы люди не могли использовать то, что приводит к передвижению совершенно без затрат энергии, и плюс и смещение еще времени у него там было. То есть он фактически подтвердил веды, где тоже идет речь, что антигравитация, она дает и смещение временное. То есть как бы сказать, что этого нет и не может быть, он нашел это опять же, как и многое, что нам пришлось удалось найти в природе, в природных процессах, поэтому я только двумя руками за, что могу подтвердить, что действительно это было, есть, и есть эта возможность легко и просто это реализовать. Притом в тех же сказках мы прекрасно слышим о летающих кораблях и о летающих городах никто себя не ограничивает, кроме наших сегодняшних, которым внушили мысли, что мы самые лучшие, самые белые, пушистые, и почему-то за 200 лет вышли в космос, ну и дальше никуда и шага не можем ступить. Причем разрушили все на земле, и радуемся, что ура, у каждого айфон. Опять же, если про ту же бабу-ягу сказать, ну вот сказка, баба-яга, вот Дорислав как раз говорил про то, про курьи ножки, то есть эти дюзы, которые там совершают, продуваются, оно висит в пространстве, то есть имеются какие-то антигравитационные эффекты, то есть это не куриные какие-то лапы, а какие-то дым, пламя, огонь, то есть что-то нужно, чтобы поддерживать эту систему в равновесии. Так, а что я вам показываю? Я вам показываю то, что в той сказке есть продолжение, тот, что попадает в избушку бабы-йоги, он оказывается в помещении непомерном по объему, то есть снаружи эта избушка маленькая, а внутри она непомерна, то есть используется многомерность пространства включается. Пространство у нас многомерное, мы только в трехмерностях существуем, их намного больше, и вот баба-йога без проблем это дело использует, плюс у нее перед ней поля, перед этой избушкой, на которых урожай получается раз в 7 дней, то есть засадили это зерно через 7 дней целый колос, иди убирай, и почему я показываю, что это уже не сказка, вот это система многополярности, то есть кроме многомерности, у нас существует еще и многополярность, о которой вообще люди, которых низвели в плоскость, вообще не слышат, мало того, что есть плоскость, есть объем, а есть уже многомерности, многополярности, так вот эту систему многополярности опять же в конце 90-х годов изобрел и внедрил Гленский Василь Васильевич, он экспериментально показал и доказал, что возможность выращивания зерна с зерна до готового колоска именно за 7 дней, то есть все эти эксперименты были проведены, человек этот живой и здравствует, как говорится, система им разработана, математика внедрена, то есть он фактически реализовал сказку, по которой он не ставил себе ограничений, кричал, нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда, человек просто опять же используя наработки прошлого и свои возможности генетические он просто реализовал и он есть и вот они даже опять каждый год они в мае проводят в Питере форум многополярности опять в этом году опять будут проводить так что эти люди есть, технологии есть, расчеты есть и сказка совершенно обретает свою форму, другой вопрос, что люди если будут обращать на это внимание, этот процесс будет увеличиваться и все, и сказочные технологии, сказочные все эти возможности, они просто вернутся, потому что все ограничения у человека в голове снимите их и получите свои сверхспособности технические и остальные то же самое вопрос в том, что мы сейчас пользуемся например айфонами ну казалось бы ну вот это новая разработка вообще новейшая а в сказках она то сперли то из сказок практически через одну сказку у каждого есть серебряное зеркальце и наливное яблочко ну посмотрите на свой айфон там надкусанное это яблочко он сейчас и серебряный металлический то есть один в один все что в сказках рассказывается то же самое зеркальце имеет голосовые команды оно показывает вам любую часть света то есть существует интернет как минимум общеземной может даже галактических то есть передается огромный объем знаний и они даже могут в состоянии заглядывать в будущее потому что зеркала эти ну не все но некоторые имели возможность показывать не только человека там существо в любой части мира но и будущее показывать за что их и называли волшебными зеркала и эти зеркала пожалуйста они находятся по всему миру в принципе изготовления их един они действительно металлические но вы же понимаете я вам сейчас дальше покажу что в принципе люди могли изготавливать и стеклянное зеркало и не было вообще в этом никаких проблем но почему-то зеркала у них именно металлические такое ощущение что они просто именно подзаряжались и работали с этой энергией магнитной электрической как хотите ее называйте то есть эти базовые станции фактически в виде церквей пирамид они не задействованы эта система не работает и поэтому эти зеркала не подзаряжаются и не получают тот же возможность функционировать и опять же в тех же сказках говорится чтобы запустить это зеркало надо сказать кодовые слова ну то есть фактически его включить снять защиту блокировку и оно заработает сказка это ну у вас же сейчас в руках телефон о котором еще 20 лет назад вы бы и мечтать не могли и у вас выполнять те же самые функции единственное что будущее не показывает если не считать там интернет за будущее то есть описание все идентично функции идентичны и голосовые команды сегодняшние а в Китае и в регионе Дальнего Востока сохраняется огромное количество таких вот еще раз волшебных зеркал факт в том что эти зеркала больше напоминают телевизоры потому что у них есть проекция то есть они под определенным освещением показывают проекцию обратной своей стороны на которой видно изображение за что их там называют волшебные там все дела вопрос в том что если бы опять же вы используете другую технологию беспроводную и у вас базовые станции просто не работают ну у вас проекционные экраны телевизоры грубо говоря сохранились но они просто не принимают программы вы не знаете как запустить включить и подпитать а так по миру они разбросаны сохранились и опять же металл смысл смотреться в металл не так уж хорошо и видно и то же самое вот мы продолжим я чуть дальше покажу что люди прекрасно могли изготавливать работать и с горным хрусталем не говоря уже про стекло а они зеркала изготавливают металлические какая-то странность странность будет понятна сейчас то же самое и вот мифы мифы это те же сказки только более древние мысли формы тоже в них заложены каждый из вас например слышал о миф о Тисее и Минотавре когда Ариадна она там подарила Тисею этот клубок что помог ему выйти из этого лабиринта но вопрос в чем она дала вот она дала Тисею клубок ниток и меч так она за этим клубком ниток пошла именно к проектировщику этого лабиринта возникает вопрос у девушки того времени там царской дочери нет клубка ниток зачем идти к проектировщику опять же исследования показывают что существует более совершенная письменность чем наша плоскостная существует письменность объемная существует письменность которая отражает световые все те именно объемные образы света передаваемые нам солнцем и она эта письменность выражена в узенковой письменности которая фактически использовалась используется даже до сегодняшнего дня больше как магическая но штамм факт она вот эта девушка она дала Тисею не просто клубок нита она дала ему карту карту которая зашифрована именно узелковым письмом объемным для нормального функционирования головного мозга человека объемного для соответствия природным процессам а именно свету и поэтому она дала ему карту этого лабиринта с помощью меча он обезвреживал мины ловушки мины там но мины он мечом и обезвреживал то есть он при помощи этой карты прошел лабиринт обезвредил ловушки и вышел все потому что если бы ему просто надо было войти и выйти с одной стороны лабиринта ну а там какая-то зверюга бегает с рогами ну зайдите за уголок постойте сутки на следующий день начинайте ломиться в ту же дверь куда вас пустили и кричите выпускайте мы всех убили да а потом пускай эта зверюга сдохнет с голоду ну по логике а нет ему нужно было опять же это карта пройти все эти мины ловушки выйти с другой стороны тогда он просто вышел его никто не задерживал выпустили да и все то есть вот такие вот образы открываются если действительно изучаешь конкретные конкретные вопросы то же самое если речь тоже столкнулся с изучением письменности миф о Ясоне его аргонавтов как они поплыли иначе исперли золотое руно ну это конечно хорошо там если это там кожа барана какая-то золотом покрыто ну а зачем ее это воровать ну украдите там слиток золота да и уезжайте нет именно золотое руно но опять же если ты древний грек а как вы видите древний грек приплыл даже как говорится не было возможности и на штаны накопить в отличие от колхиды от жителей колхов которые тоже были одним из славянских племен в районе современной Грузии сейчас то этот Ясон он приплыл украть золотое руно руны рунический алфавит руническую азбуку как хотите ее называть то есть он вот это примерная реконструкция того что он мог хотеть украсть именно для того чтобы получить письменность для того чтобы выйти на другой уровень развития и поэтому греческий он же жреческий на этих принципах построена письменность и языки всего мира и это говорю не только я не только различные ученые но и сами американцы теперь при помощи компьютерных программ ввели все языки мира в программу и выдали чудо о чудо все языки мира имеют единую основу конечно она единая это язык мироздания световой которых мы в образы преобразованы и которые мы имеем в искаженном виде сейчас выскаженном обрезанном не используя возможности своего головного мозга не читая только слева направо или справа налево кого как приучили не переворачивая эти символы не читая ни по диагонали ни в глубину то и все это как бы забыто это не надо вы и так грамотный он у вас компьютер есть идите иконки нажимайте зачем вам думать не надо думать нажимайте на иконки и будет все хорошо ну как обезьяна в зоопарке нажала выпал банан все приучайтесь мыслить не надо за вас будет мыслить система мы говорим нет мыслите потому что все это в вас заложено генетически все эти сказки как бы они не были искажены они содержат множество информации разного уровня глубинное ну вот мы на своем уровне вот такие вот исследования показывают возможности то же самое тот же вот например миф про Прометей который дарил людям огонь подарил людям огонь вот он Прометей так ну на южных областях то сохранились больше информации тоже такой более древней так на южных языках проминь это луч всего лишь световой луч луч и когда я например изучал возможности как человек работал в прошлом со стеклом с горным кварцем оказалось что вот этот древний египтянин так называемый у него в статуе которой там четыре тысячи лет вставлены эти оптические линзы которые повторяют наш глаз глаз человека и опять же была у меня целая статья где мы видели там и древние телескопы как они могли наблюдать далекие планеты что они знали эти далекие планеты наблюдали что они с помощью этих лучей заживляли раны добывали огонь использовали линзы эти те линзы которые были рассчитаны в 17-18 веках более-менее начали внедряться в нашу повседневную жизнь нам говорят вот мы великие недавно нашли а четыре тысячи лет назад были линзы которые смогли повторить 19-20 век не раньше то есть вот вам и миф опять же про того же Прометея и уже не удивляйтесь что это статуя так называемого писец из Сакары это древний Египет пишет он опять же тот же папирус это охранная секретная письменность русского поэтому он голубоглазый светлокожий какими и были египтяне вплоть до фактически 18-19 века вот такие вот чудеса как бы лежат на поверхности наука их не хочет замечать не нужно это замечать ну а мы как изучаем да пока высказываем предположения но эти предположения они как бы и логически и генетически соответствуют действительности то же самое все говорят про того кто любил ездить на печи но почему нет опять же есть котел есть выхлопная труба фактически двигатель внутреннего сгорания ну пускай даже на дровах почему нет потому что даже в наше время вот эта машина которая ездит на дровах и на дровах ездили во вторую мировую войну то есть чуть ли не изначально машины на дровах функционируют и прекрасно ездят даже в наше время так почему их не могло быть раньше если мы раньше находим не только технологии их изображения их отражения в сказках но и сооружения которые те же мегатолитические которые современники не могут не повторить не знают ни как оно используется ни для чего а это и фактически есть те базовые станции по добыче электричества а там где электричество энергия там и передача данных там и тепло то есть что ты хочешь что ты и получишь нужно будешь синтезировать химические элементы нужно будешь синтезировать топливо нужно будет омолаживать человеческий организм и так далее и тому подобное ну то есть опять же сказочные возможности сказочные технологии опять же которые доступны людям с другим типом мышления а не ограниченными которые считаются самым лучшим самой высокой цивилизацией ну есть и находки вообще которые превосходят все пожелания даже и современные представления вот я нашел сказку короткую Илья Муровинц на соколе корабле факт в чем тут описывается что корабль на котором плавает Илья там дивно украшен на корабле помещаются три церкви три монастыря три торгища три государственных кабака и живут там три разных народа хозяин корабля Илья Муровинц его верный слуга Добрыня Никитин сын и там турецкий пан Салтан замечает с берега сокол корабль а сокол корабль двенадцать лет плавает по морю ни разу не причалил к берегу и вот этот там султан замечает этот сокол корабль посылает своих как бы слух его захватить и что получает в ответ Илья ему шлет весточку он опять же используется какую-то дальнюю связь он говорит что на него до этого султана наведена стрела которая прилетит ему в этот дворец и попадет ему прямо как говорится в его трон то есть идет речь про ракеты современных типа калибр если он не оставит свои злостные намерения и не отстанет от этого сокола корабля который двенадцать лет не пристает к берегу казалось бы ну сказка сказка о чем там речь вести мало ли что древним почудилась но я вам привожу в пример плавающие города плавающие города которые только проектируются в этой же сказке непонятно вообще какого времени речь идет про уже существующий объект который охраняется охранной системой типа Льемуренса и такие же охранные системы там стоят и на летающих городах и на подводных городах то есть вы что-нибудь слышали о летающих городах современности о планировании таких проектов даже и в мыслях такого нет а в прошлом это все описывается показывается и существуют технологии на других принципах превосходящие наши но иногда эта информация конечно и из очень дальних времен а иногда практически из недавнего времени потому что до начала своих же исследований я тоже считал что может это время там дальнее но когда находишь описание иностранцами у Ивана Грозного работающих роботов у Петра Первого работающих роботов и использование управления погодой еще 200-300 лет назад то понимаешь что нам просто мягко говоря ничего много не договаривают и когда встречаешь не только технологические но и живые существа гигантского роста тех же динозавров 300-400 лет назад те же различные огромные формы жизни понимаешь что надо искать надо давать ответы самому и желательно подключать и других людей потому что вместе мы сила вместе мы усиливаем друг друга можем выйти на новые уровни осознанности изменить свою систему мышления и всего лишь и достигать любых результатов потому что если вы как говорится человек космического масштаба и космос это ваш дом и вы думаете что он есть и вам нужно туда выходить и наведя порядок у себя на земле то так и будет но если вы начинаете мыслить что ничего нет ничего не было и быть не может и вы вообще все знаете ну значит так тому и быть как говорится хочу чтобы у меня все было мужик у тебя все было поэтому давайте хотите переосмыслить эти сказки использовать прошлые наработки будущее не ограничивать себя а использовать на благо рода природа и народа мирянем благодарю передаю слово ну демонстрацию тогда ага так сейчас тогда передадим слово пусть Дарислав про конек горбунок расскажет я еще чуть-чуть тогда скажу можно обратить внимание и на современные сказки ну например Братина хотя фиг его знает может это тоже какой-то древней сказки переписано потому что там тоже есть интересные моменты то есть создали тоже человека из дерева то есть показано что душу могли вселить а может робота создали да потом показано что есть кукловод и кукловод очень интересуется знаниями то есть золотым ключиком черепаха тоже интересные вещи там говорит получается я сама была такой 300 лет тому назад 300 лет тому назад как мы знаем ну тут было все по-другому и то есть хранит золотой ключик до сих пор как символ знаний да что можно открыть какую-то дверь там и туда-сюда то что Виктор говорил про руно тоже как сейчас трактуют что руно это ну баранья там или чья шкура да так раньше ведические записи книги по-разному делали и на золотых пластинах и на бараньих шкурах делали а золотое это вот например если ну вот посмотрим сати санти веда перуна сати означает золотое или ценное то есть он украл ценные ну ценную книгу получается можно так трактовать потом по технологиям еще шапка невидимка приведена в сказке да сейчас только ученые недавно стали сделать какие-то плащи которые как бы типа просвечиваются ну там на них типа как экранчик получается они видят что сзади да получается делают такие как невидимого человека тоже блюдечко с голубой каемочкой это планшетка путеводный клубочек это навигация сейчас есть даже в телефоне можно проложить себе маршрут от такого места до такого чтобы дойти туда потом обратно найти дорогу то есть путеводный клубочек это явно показано что была система навигации ну и на печи ездил это на автомобиле получается ступа маленький летательный аппарат ковер самолет тоже летательный аппарат показывает что были даже живая мертвая вода ну мертвая может и сейчас есть кислотой человека облить хотя там сначала мертвые обливали а потом живое человека жив вау ну только что погибший или раненый залечивался то есть показано тоже какие технологии были ну уцелители которых сейчас нету этих технологий потом семеро козлят тоже интересный там момент есть то есть волк сначала своим голосом говорил ему дверь не открыли когда он подделал голос под козу вошел в доверие ему голос открыли если вы поизучаете о демонических ребятах то поначалу они были все косноязычные то есть картавили по нашему а сейчас уже есть которые так как мы говорят и втираются в доверие ладно как бы передаю слово Дариславу Дарислав про конька горбунка хотел больше сказать что-то да я очень благодарен Виктору Максименко за его доклад действительно очень много у нас и в сказках и в легендах открывается технологии которыми так сказать владели и управляли наши предки вот но вот он говорил про технологии а я все-таки хочу если есть необходимость вот а я так как я все-таки занимаюсь духовными практиками у меня конечно технологии прошлого ну не не моя скажем так специализация я все-таки больше занимаюсь именно так сказать способностями человека экстрасенсорными и так далее то в этом отношении для меня сказки открываются по-своему то есть я для меня открываются сказки именно как источники практик которые которыми владели наши предки и вот у меня есть на ютюбе тоже ролик я записывал называется сказочное образование в котором я рассказывал еще дополнил сказку конек-горбунок и там вот есть такой момент но там сказка вообще она практически вся сложена из образов важных начиная вообще с самого начала о том что старший умный был детей на средний был и так и сяк ну а младший был дурак вот то есть если брать некие источники то есть это человек с неординарным мышлением вот и вообще как говорится на своей волне и дальше показывается вся вот эта вот линия Ивана как человека очень совестливого и очень ответственного вокруг него постоянно показаны обман ложь лукавство воровство и как правило вот эти все герои которые вокруг него они все так или иначе страдают и он вот именно вот он показан как человек совести во всей сказке с самого начала и он получил все дары то есть он получил все в этой сказке именно благодаря своей совести ну даже вот конька горбунка ведь он тоже получил из-за того что старший брат проспал где-то там на сеновале младший средний брат тоже где-то там не пошли же в сад ведь только Иван пошел честно искренне услышал отца и пошел сторожить сад и опять мы смотрим вот эти вот круги на полях да кто-то стал пшеницу топтать кто и он оказывается видит ну а как можно представить например людям которые уже никогда не видели никаких летательных аппаратов представить что это какой-то летательный аппарат туда прилетел и естественно он его поймал интересным образом вот даже если брать кобылицу ведь он скачил на нее только что задом наперед и здесь ведь он тоже умудрился как-то вот и он самое главное что он ведь ее объездил то есть он эту силу обуздал с одной стороны можно сказать что он какой-то летательный аппарат подкараулил который там траву заминал вот и уже с хозяевами тогда договорился что они мол типа ты нас отпусти а мы вот тебе в дары оставим вот дадим тебе два обычных транспортных средства например да вот а третий необычный летательный с одной стороны технические средства налицо но если взять про духовную силу ведь мы тоже силу просто так не получаем мы должны пройти определенные испытания мы должны пройти и доказать этой силе что наше тело готово и способно принять ее и наше тело не разорвет на части это как объезжать молодого здорового жеребца нужно уметь силу знания опыт и навык как его объездить потому что он просто так не дастся это сила стихийная это сила ярая и просто так он не станет перед вами и колено не преклонит нужно уметь ее объездить и вот Иван честно поступает и он получает вознаграждение и дальше мы смотрим что постоянно его так сказать вот иногда люди говорят как можно жить по совести в нашем мире когда все кругом воруют обманывают и только ложью живут и вот Иван он настолько наглядно показывает как можно жить по совести в мире в котором все обманывают воруют и при этом получать дары и причем он все получил он весь мир получил в конце и дальше с пером жар-птицы но опять же жар-птицу можно сказать что это какое-то там сказочное существо магическое да а можно сказать что это опять же какое-то световое техническое средство вот но мы дальше смотрим вот он проходит испытание я бы хотел все-таки там я говорю там всю сказку можно так рассматривать очень интересная его его беседа на рынке с царем когда царь ему спрашивает ты почем коней продаешь он говорит не не продаю меняю он что взамен хочешь добра опять же старый счет 3-5 шапок серебра и вот вот эта вот сказка она вот ну я говорю вот и дальше вот мы когда ее разворачиваем мы все время наблюдаем за тем что он там жар-птицу поймал ну вот и я все-таки хотел момент заострить именно на последнем его испытании когда он пошел значит киту на котором жили люди вот то есть люди на нем пахали там кит от этого очень сильно страдал чистоколы в ребра вбиты на хвосту сыр-бор шумит на губе крестьяне пашут вот и кит не мог понять за что ему такое наказание почему на нем живут люди эксплуатируют его и он не может уйти на глубину и вот дальше тоже очень интересный момент Иван с коньком горбунком полетел к Богу Солнце к Богу Солнцу вернее к Богу Солнце полетел на Солнце то есть опять это могут быть и технические средства благодаря которому он попал опять же вышел за пределы земной орбиты вот полетел на Солнце это могут быть и духовные практики ну вот когда он попал вправь и там как говорится нашел ответы на все вопросы как мы иногда и поступаем обращаясь к Богам и предкам и вот он ему возвращается и говорит ты зато несешь мучение что без Божьего веления проглотил ты средь морей три десятка кораблей вот когда же ты им свободу снимет Бог с тебя неволю вмиг все раны исцелит долгим веком наградит то есть вот в этом моменте показано показан и принцип захвата образов подсознательно вот как это происходит в животном мире когда волчонок учится учиться волком мы вот своих детей обучаем 20 лет и процесс называем обучением а у животных это происходит за несколько месяцев каким образом волчонок за несколько месяцев становится волком и приобретает все навыки охоты взрослой особи потому что у них есть механизм у них нет как таковой личности осознанности как у нас вернее личность есть но зачатки вот их подсознание волчонка захватывает образ волка фотографирует его помещает его в подсознание и дальше уже из подсознания как поликалу выстраивает поведение личности вот зная этот принцип наши предки обучение называли образованием то есть от слова образ когда маленькому ребенку давали образ для подражания то есть совместного дрожания это родитель это учитель вот как я уже говорил неоднократно в своих роликах китайцы сохранили это знание об этом то есть в китайской традиции есть такое понятие как су хари то есть су это три китайских хирурглифа су это приход к учителю и захват его образа х это переваривание трансформация ри это отпускание образа учителя и переход на следующий уровень то есть вот этот вот захват образа это и есть так называемая кармическая связь о которой все говорят то есть подсознание захватывает образ и начинает импетаться чтобы стать похожим на него и вот кто в советское время помнит школу нас учили на героических подвигах времен Великой Отечественной войны Александр Матросов Гастелло то есть нам с детства закладывали вот эти вот образы в подсознание потому что когда в экстремальной ситуации личность отключается вот эти образы всплывают и человек поступает героически зная это предки и учили вот этому образованию то есть давали образы маленькому ребенку и вот Кит как раз и Иван показывает этот момент то есть Кит захватил образ людей поглотил их вовнутрь то есть подсознание Кита животная основа поглотила их он даже не подозревал об этом инстинкт но опять же здесь показано что по Божьему ты нарушил Божий закон то есть Кит не питается людьми он плантоном питается это было его нарушение и захватив образ людей он соответственно попал к ним в неволю потому что во вселенной существует закон баланса если где-то убыло то где-то прибыло если ты что-то взял ты за это должен заплатить обязательно и поглотив людей он к ним попадает в неволю то есть он внутри питается людьми а люди им питаются снаружи то есть они его истязают они на нем живут и так далее и дальше полностью показана практика отпускания образов полностью то есть кит открывает пасть корабли за кораблями из него начинают выходить и под музыку скрываются за горизонтом как только они скрыли за горизонтом он сразу же обрел свободу это практика отпускания образов старых из души точно так же проводится и у нас один в один и он сразу обрел как только отпустил образы сразу обрел свободу и вот это вот сказка конек-горбунок она просто напичкана вот такими вот образами а дальше когда он купаться пошел опять же вот эти три котла которые он прошел и в которых царь в итоге сварился и как он преобразовался в этих котлах то есть вот духовная основа она точно так же закладывалась в сказке как и знание о прошлом то есть вот то о чем говорил Виктор о тех технических средствах которые которыми владели скажем так они закладывали сказки но и духовное и исторические события опять же если брать сказку про Ивана Царевича и Кащеева так сказать яйцо то есть по одной из так версий значит это как раз дач бог который сбил Луну одну из лун на которой обосновалась база Кащеев вот и как раз она показывает о том как все это происходило и если учесть что по одной из сказок яйцо упало в воду а из воды ему достала щука это яйцо то опять говорит о том что они хотели спрятать яйцо вернее Луну спрятать хотели то есть увели ее в другое пространство но опять же благодаря определенным силам он смог ее вывести обратно и смог ее что сказки это это такой кладезь истории и самое главное если брать вот сказки в чем в чем они хороши эти сказки тем что на них никто внимания не обращал никогда то есть те кто искал древние знания и древние скажем так технологии никогда не обращали внимания на сказки поэтому я и говорил что если хочешь что-то спрятать положи на самое видно вот и положили положили в сказки и вот сейчас начинают эти сказки разворачиваться вот и начинает нам показывать и мироустройство и технологии и духовные практики вот если взять опять же сказку репка опять много очень интерпретаций но все-таки полная сказка это когда девять скажем так членов семьи не семь не урезанный вариант вот в современной сказке все-таки урезанный вариант и современная сказка она скажем так запрограммирована на вымирание народа потому что там во-первых внучка которая не несет скажем так родовой отцовской линии вот и нет основной созидающей силы то есть отца и матери есть дед то есть если мы представим что репка это родовое богатство богатство рода которое заложил дед с бабкой он закладывает это это родовое богатство выросло одному ему его не потянуть он приглашает бабку то есть с бабкой вместе вот бабка должна была позвать сына сын должен был позвать свою супругу то есть невестку невестка должна была позвать внучка внучок должен был позвать внучку а потом уже жучка кошка и мышка вот во первых это 9 тел человека а во вторых это вот как раз структура рода жизнеспособная когда есть предки то есть старое поколение которое хранит мудрость и есть молодежь которая идет в будущее которая приносит новую и есть середина это жизнеспособная а в сказке в современной сказке вот этих вот вот это вот как раз силы то есть поэтому некоторые сказки на мой взгляд умышленно трансформировали в такую вот в таком виде то есть сказки можно как и в положительном ключе кодировать вот так и в отрицателем как мы видим с той же сказкой про репку но видогор да да я еще что-нибудь да хорошо так что бы я добавил еще тут уже в чате человек писал про слово дурак да на древнерусском языке до это два и более расветлый к он написал сближение ну возможно тут как окончание идет ну как бы как то до два и более то есть имеется ввиду вместе с сочетанием ра это два и более миров человек видит светлый он то есть можно перевести дурак как светлый экстрасенс а когда переделывали язык с древнерусского ну на современные товарищи нехорошие захватившие власть да они приписали слово дурак вместо значения светлый экстрасенс или светлые сновидящие и приписали что это глупый человек также допустим дальше Кощей бессмертный раньше на звание этой сказки на древнерусском языке писалось так Кощей бес смертный то есть он бес и он является смертным а если бы хотели написать что он бессмертный то писали бы букву З на древнерусском бессмертный да так эти товарищи опять же переделывавшие современный язык они вообще то ли из-за этого то ли им не понравилось что я не понимаю они же бесы да они взяли бессмертный эту сказку стали писать слитно и букву З вообще убрали теперь получается бессмертный слитно а место З пишут С также смерть Кощея в яйце но я еще раз говорю сказок может быть много трактовок яйцо можно трактовать как спутник а иглу как антенну то есть то что эти товарищи биороботы и биороботами погоняют сбить спутник сломать антенну их ретрансляцию передатчики и все и вот тут придет смерть Кощея а еще вот такое всякие по мелочам много в сказках интересного вот та же скатерть самобранка получается что носят с собой скатерть разворачивают его ее там возможно или голосовая команда или просто при разворачивании срабатывает или голосовая команда тоже по-моему шла и то есть на ней появляется еда то есть это скатерть для телепортации где-то есть кухня оттуда телепортируют еду на эту скатерть дальше сказка Колобок тоже есть разные трактовки я вам одно из своих дам что тут можно посмотреть с точки зрения смены эпох то есть сейчас эпоха волка ну с конца 12-го года а до этого была эпоха лисы и вот в эпоху лисы лиса солнышко съела колобка и колобка можно тут ассоциировать например с солнцем а солнце со светом и свет со знаниями со светлыми знаниями колобка можно ассоциировать и получается что в эпоху лисы люди были лишены ведических знаний то есть светлых солнечных так это по колобку так золотая рыбка репка так вроде бы я все сказал я думаю к нам еще должны скоро присоединиться сейчас попробуем вроде бы должны были присоединиться ну посмотрим Евгений Макаров и Екатерина сейчас пока попробую их может присоединить а сейчас пока слово Виктору может Виктор что-то у нас добавит еще да давай я добавлю ты пока попробуй пригласить к нам в чат может они все-таки добавятся наши да то обещали единомышленники я хотел просто еще обратить внимание тех кто нас слушает на то что вот мы имеем те же сказки пушкина великого гения нашего так вопрос в том что гений его состоит именно в том что он то наследие из былых времен которая передавалась из уст в народе он просто его переосмыслил и донес до нас иначе от нас было просто скрыли сказали бы у вас ничего не было и никогда нет и нет и не было и не будет а так он эти сказки переосмыслил опять же не надо забывать что тот же самый Пушкин он был приближен к царской семье а как раз же их и учили именно тому наследию которое у народа забиралось и его гений состоит в том что он действительно эти сказки до нас донес хоть и в переработанном варианте но более-менее понятном нам сегодня а как правильно обратил внимание Дорислав что сказки они еще раз многоуровневые если человек занимается там духовным развитием значит больше будет духа душевным значит будет образов души ну и опять же телесным значит больше будут открываться не с технологической точки зрения а есть как говорится и общая точка зрения то есть это многоуровневые образы которые можно познавать и нужно познавать и если это было возможно еще недавно значит это возможно в принципе опять же в той же сказке о царе Салтане когда так называемые вот эти три сестры силы которые олицетворяют силы зла которые знают о всех вот этих чудесах в мире они не могут их сотворить но вот добро например тоже не знает где это с помощью зла узнает и там появляется и белочка и царевна и все подряд просто потому что как говорится зло помогло узнать об этом и оно было воплощено поэтому есть огромная база данных и вселенной и сказка которую нужно познавать и реализовать на всех уровнях от бытового до духовного душевного и так далее я думаю может все таки еще и Дарислав что-то добавит пока там Мирянин выясняет и я тоже может еще что-то добавлю Дарислав можете продолжить да но опять же вот очень интересные моменты в сказках это выбор выбор героя то есть когда он стоит перед камнем и выбирает налево пойти направо пойти прямо пойти и прямо пойти значит смерть свою найти то есть как правило это всегда выход за ну то есть из физического тела то есть смерть это выход в намный мир и если чему и говорили сказки с одной стороны волшебные но если брать их рассматривать с позиции современных технологий начинаем видеть технологии если мы начинаем видеть сказки с позиции магии мы начинаем видеть в них другие миры и вот опять же сказка про как же она называется когда он в колодец прыгал к морскому царю вот он же ведь в навь уходил и выбор невесты тоже очень интересная сказка когда он там дочку свою вот Макаров появился дочку свою добрый вечер дочку свою копии понаделал и ему нужно было ее сердцем определить и таких вот моментов именно вот показывающих духовную основу или магию или способности наших предков перемещаться в пространстве во времени в космосе очень много потому что ведь понимание 3-9 земель если уже говорить вот сейчас Асгардское училище выдало информацию ну и ученые все больше и больше склоняются к тому что у нас в солнечной системе 27 земель то есть это так устроены скажем так системы ярил и солнца то есть желтых карликов и если взять логически подумать вот те 9 планет так называемых которые сейчас известны они по массе то гораздо во многом то есть они попадали бы на солнце они бы не смогли вращаться вокруг солнца чисто по массе потому что масса солнца во много раз превышает массу этих 9 планет а вот если взять 27 планет земель если учесть что последние там 9 планет пограничного контроля это очень тяжелые земли и в таком случае система ярил и солнца представляет собой определенную так сказать молекулу вот которая имеет собственную сферу и в которую не так просто проникнуть и поэтому когда рассчитывались навигации то всегда так сказать просчитывалась вот это вот как раз путеводная нить клубок то есть когда можно было пройти и земли становились таким образом когда они открывали проходы в солнечную систему и солнечные системы для космических кораблей и те же путешествия опять же той же значит Настеньки которая стоптала там сказать три пары железных башмаков и сгрызла три железных посоха но конечно можно сказать что это все сказки и выдумки но на самом деле то если посмотреть с позиции технологий допустим на корабле нет искусственной гравитации зато есть магнитные ботинки металлические которые притягивают пассажира к полу вот либо если взять посох опять же посох использовался для ходьбы но это же мог быть и стержень скажем так вот у нас в атомных электростанциях используются атомные стержни точно так же как атомное топливо для двигателей для реакторов и опять же за 3,9 земель то есть 3,9 по славянски 27 то есть она всяко выходила за пределы и если мы дальше смотрим там перемещение крошечка хаврошечка в одну уху влетела у коровки но это же явное перемещение по созвездиям у нас есть созвездие коровы зиму то есть на одну звезду полетела на другую полетела и и это сплошь и рядом это везде просто действительно если мы смотрим на сказки и на наследие вот такими современными глазами ну вот то понятное дело что мы ну как тут недавно смотрел фильм с Бондарчуком Дед Мороз там битва магов и вот когда новичков-то везли на этом автобусе после битвы возле елки и там один молодой человек не помню как там его называли гугл что ли вот он значит все это типа 5D это новая это новая графика то есть он пытается магию пытается вложить в современные отформатированные мозги и он ищет ответа как как это может быть это действительно нужно на все это смотреть другим подходом и тогда действительно информация открывается но я хочу еще добавить следующее как я уже говорил не раз в матрице души есть информация определенная и когда совпадают файлы внешнего и внутреннего не происходит никаких противоречий то есть те кто когда-то знаком был с этими технологиями те кто когда-то пользовались ими и может быть даже прилетели с других земель и летали на кораблях вот когда они это сейчас открывают для себя у них внутренних противоречий не возникает те кто в магии магией занимался те кто сюда пришли с параллельных реальностей в том числе магии вот когда они это слышат у них противоречий не возникает они говорят да это вполне не может быть но если у человека в генетической памяти этой информации нет это например земное существо вот или еще хуже созданное вообще здесь на земле он никогда в это не поверит он скажет этого просто не может быть и доказывать этому человеку о том что это действительно сказки говорится о технологиях смысла никакого нет у него нет файловой системы соответствующей и он никогда это не поймет соответственно для него сказка и не разворачивается и не раскрывается ну вот что я хотел сказать так это хорошо что нам к нам Евгений присоединился как раз Евгений если что мы все уже доложили по полной катушке и как раз готовы выслушать тебя сейчас я еще полминутки скажу что я хотел сказать да действительно Дорислав хорошо напомнил за 3-9 земель то есть это отправлялись другую солнечную систему в Асгардском училище есть и ну за сколько делают оборот спиральки вокруг солнца все эти земли они все описаны названия также хорошо напомнил сказ о Ясном Соколе действительно там тоже ну про полеты также Дорислав хорошо сказал про прошлые жизни у меня тоже противоречий не было ну когда я все это в ведах изучал про космические корабли даже я скажу если талантливые люди даже сейчас есть вот как Хеневич пишет книгу Джере это космическая фантастика тоже можно отнести к сказкам если нормальный человек толковый пишет он и сейчас напишет толковые вещи по сказке еще вспомнил название огонь вода и медные трубы что это значит огонь это пройти огонь воду и медные трубы огонь это путь война то есть это бои с врагом прошел человек огонь как путь войны вода это знание то есть изучил человек знаний и медные трубы это когда его уже хвалят за эти знания что все идут к нему за советом он всем может все рассказать все посоветовать и ему тут надо не возгордиться не возвысить себя над другими так вроде бы все я сказал Евгений ты готов ну как сказать я без без подготовки а ну да ну все тогда тебе передаю слово ну не то что это я такой вот крутой без подготовки просто не успел пришел сразу а я часто без подготовки пофиг как вспомню так вспомню о чем речь немножко напомните у вас тут так значение сказок мы до этого пока тебя не было мы каждой приводили примеры о том что в сказках есть и технические всякие ну думаю ты больше по этой теме даже можешь сказать ну кто что мог вспомнить там про разные сказки со всех сторон многогранность значений сказок так скажем да да их же многогранно и каждого человека может по своему быть понимание видения что это там то есть каждый каждый сейчас из нас вспоминал что-то какие-то фрагментики сказок или каких-то таких похожих мифов да ну где приводятся такие разные технические духовные вещи хорошо ну немножко про наши скажу сказки потом перейду к индийским эпосам тоже так вкратце потому что я сейчас без подготовки ну сказки я думаю не один я люблю вообще русские люди я думаю не только даже эти сказки эти сказки не только нас удивляют но и другие народы там тут есть свои эпосы сказаний былины и так далее поэтому это все настолько интересно захватывающе однако же нас научили думать что сказки да вот я думаю здесь тоже наверное этот вопрос поднимался нас научили думать что сказки это нечто такое выдумка фантазия еще что-то в общем проще говоря просто сидели люди да от нечего делать и выдумывали вот такие красивые вещи конечно нельзя отвергать что люди были талантливые и сейчас много талантливых людей но все-таки многие вещи удивляют что они как-то соответствуют даже тому что мы имеем сейчас в частности это оружие ну вот например говорится да например говорится метнул там Илья копье да там ну это я образно выражаюсь я сейчас наподлинно не помню что там написано снес там да пол допустим сотню деревьев или там рубанул мечом да тоже снес пол леса метнул стрелу и она тоже снесла там допустим пол леса да о чем это говорит это уже говорит о том что это не просто стрелы копья или какие-то обычные в нашем представлении вещи да как у богатыря а это непосредственно говорится о каком-то оружии массового поражения потому что стрела ну сама по себе так не может действовать вот и даже что называется сравнивали воронку от допустим одной стрелы пущенной да богатырем и воронку от ракеты ну такой средней дальности то есть соответствую полное естественно там допустим даже сравнивали что вот он пустил несколько стрел они там допустим снесли да там какой-то лес или там столько допустим снесли столько-то гор да соответствие тоже получается полное что там что там какая-то схожность именно технического действия этих этого оружия то есть характеристики совпадают полностью вот я уже не буду говорить про всякие там мечи-саморубы скатерти самобранки да сейчас это тоже я думаю уже реальности скоро будет и это то есть все это реально ну еще хочется вспомнить про бабу-югу на ее ступе которая летела да там с треском свистом и так далее это описание опять же реактивного двигателя то есть соответственно один из видов виман так скажем или вайтмар да как их угодно можно называть вот насчет виман насчет виман есть такое описание виманка шастер я думаю многие его знают что это такое насколько точно детально технически там описывается не только летательные аппараты разных видов но и всякие устройства которые необходимы в этих аппаратах причем устройств там достаточно много это буквально напичкано виман разными что называется штучками которые секундочку алло да меня немножко отвлекают в общем насчет виман да я остановился и я хотел бы сказать что в этих виманах используются такие вещи как янтры я детально я бы можно сказать захлеб зачитывал с этими устройствами то есть так скажем составляющими этих устройств это просто нечто такое невообразимое волшебство какое-то когда соединяются металлы допустим какие-то коренья какие-то орехи какие-то травы там еще что-то соединяется это и естественно удивляет допустим наличие множества типов печей там допустим там 200 разновидностей печей 300 разновидностей тигеля или там 150 в чем выплавлять печи там в виде каких-то лягушек или там не знаю еще каких-то животных то есть это что-то невообразимое то есть вот эта техника природа магических каких-то вещей она настолько завораживает захватывает что мы я думаю что еще долго будем все это изучать чтобы нам понять но результаты уже есть тем более что у самих индийцев да они они-то лучше знают они какие-то названия лучше смогут изучить и узнать что это за составляющие данного допустим устройства и даже есть результаты что например запатентованный уже в наши дни созданный металл который в точность повторяет свои характеристики описанные в Манико-Шастере он не то что поглощает свет на него допустим наводимый а даже луч лазера это все доподлинно известно и он уже что называется засекречен у них же в оборонке вот что потом по поводу оружия богов ну это и у нас описано да всякие там молнии там громовержцы или например молот тора да тоже такое необычное устройство которое он именно держит в руке и чтобы его зарядить он поднимает вверх да там и заряжается непосредственно что называется атмосферного электричества вот самое интересное описание конечно же в Махабхарате и Бхакавадгите вот я хочу здесь затронуть не всем известное уже описанное оружие да там брахмы индры которые напоминают ядерное оружие даже превосходящее по характеристикам и по воздействию ядерное оружие то есть это что-то вообще даже круче чем ядерное оружие и нейтронные бомбы вместе взятые это что-то комбинированное какое-то устройство и вакуумное там да действие и вообще там какие-то ветра наводимые этим оружием которые затмевают небо там темными облаками горы трясутся слоны горят да как описано там а есть такое оружие которым пользовались непосредственно в бою там например рама или там еще какие-то герои да я сейчас просто имена уже не вспомню хануман хануман еще есть у него вот еще вспомним такое племя людей-обезьян у них они даже изображаются с такими как бы особым видом ваджра похожим на палец это видимо их была прерогатива этого племени да но эти штуки были достаточно мощные то есть они буквально там там отряды врагов сносили тоже непонятное действие этого оружия а еще хочу вспомнить один из героев Махабхараты и не только он и враги тоже рамы да они умели заклинать они умели заклинать оружие которое приобретало после этого просто ошеломительно что называется невообразимые просто свойства стрелы в основном заклинали да которые там например превращались в каких-то там ужасных змей с сильным ядом или в какие-то огненные стрелы причем лук был да лук индеры по-моему если не ошибаюсь он выпускал там сразу их несколько сотни там тысячи стрел о чем это говорит что когда вот эти допустим бьются два героя да и типа вот они поливают друг друга сотни стрел ну естественно мы понимаем что лук этого не может сделать там даже если приноровиться ну по одной стреле по три даже будешь пускать но не по сотне скорее что тут речь идет о каком-то мини-гане я бы так сказал да который выпускает сразу множество пуль это очень похоже схоже описание и просто рубит всех врагов на поле еще заклинание такое использовалось свасти вот оно так и звучало это я помню дело в том что есть несколько версий Махабхараты той же и это они все чем-то друг друга дополняют я нарывался на разные версии но сначала я просто не понимал почему в одной написано в другой нет да это просто разные редакции так скажем и они все чем-то интересны и вот в одной из них было сказано свасти такое заклинание да все вспоминаем нашу свастику которая пишет свастика то есть с приставкой к да которая опять же имеет значение вот свасти я посмотрел сейчас в значит в интернете значение этого слова и даже он мне выдал на санскрите свасти или свасти да почему-то тут еще приставка приносящий благополучие ведущий к счастью ну видимо так скажем это заклинание дающее успех в атаке врага да то есть успех в победе я так понимаю здесь использовался заклинали то есть были заклинатели отдельные типа боевые маги сами герои имеющие даже просто обычные мечи там заклинали их чтобы они действовали лучше круче да все это описано в эпосах и не только в индийских и в разных народах все это есть о чем-то говорит что описание многих орудий да оно соответствует каким-то аналогам в нашем понимании в нашем времени есть даже такие данные что к эндологам обращались даже военные причем из спецслужб которые просто буквально усаживались между его перед собой говорили рассказывай чтобы узнать секреты оружия древних и буквально пытаться внедрить уже в наше время настолько насколько это получится но конечно же не все получается потому что нужна духовная составляющая да нужна магическая составляющая которая никакие спецслужбы сейчас я думаю не умеет возобновить и повторить поэтому даже вот вспомним профессора Чудинова когда он у него выходит новая книга по виманам я пока никак не доберусь до него до его лекций и там он так и говорит что американцы буквально в наши дни повторили виману несколько типов да причем вплоть до узоров на них вплоть до написания вот этих тайных где допустим написано там храм яра или там еще что-то да те надписи которые находит Валерий Алексеевич он говорит они повторили вплоть до этих надписей но в них ничего не работает ничего не летает то есть они думали сейчас мы повторим сделаем у нас все заработает но так как у них нету знаний вот этих заклинаний да и духовной практики потому что пилота виманы нужно было готовить он должен был знать 32 правила и им следовать он должен был поститься даже там особое питание с собой брать то есть там все это учитывалось и есть некоторые типы виман которые управлялись именно то есть от головы от мыслей и заклинаниями а перед этим там сказано что пилот он творит заклинания там входит видимо в резонанс какой-то с этим умным устройством и они вместе что называется в симбиозе работают сейчас конечно же этого никто не достигнет я думаю сейчас только некоторые избранные гуры какие-то могут есть об этом информация что они допустим летать могут спокойно да там они видимо ну не они неизвестны широкой публике и это хорошо потому что на них охота будет вот ну собственно пока что все я хотел сказать да что сейчас мне на ум пришло так я чуть-чуть добавлю еще есть даже свидетельство что не помню какой год я забыл 1800 какой-то примерно за 20 или 15 лет до изобретения первого самолета один индийский брахман построил виману в Индии и даже на какой-то площади он ее привез туда показал что она летает полетал на ней а потом разобрал то есть я предполагаю что есть еще брахманы которые хранят древние технологии потому что те кто разбирал виманнику шастра они не понимают узких материалов сделано также что голосовые команды были действительно в индийских ведах там описано что стрелял из лука и так стрела то огнем то взрывалась то дальше летела и получается при этом читал разные мантры то есть там и написано что лук но на самом деле просто написали лук знали что не будет технологий а это мог быть не лук а какой-то гранатомет пулемет который слушал голосовые команды как вот сейчас в телефоне можно подать и стрелял разным оружием конечно могла быть там какая-то и мистическая и духовная сила также да описано что были виманы телепатически управляемые также свастика я древнеславянского скажу но по-моему на санскрите также было сва небеса тти течения свастика то есть свасти называется наша галактика млечный путь на древнерусском она называется свасти то есть сва небеса тти течения свастика это знак принадлежности к нашей галактике в первую очередь потому что часто из нашей галактики воевали с теми ребятами которые из соседней галактики и свастика именно была в первую очередь как принадлежность к нашей галактике Ладно, пока все Дорислав, если хотел что-то сказать Да, я вот хотел Добавить Еще, если мы берем сказки То Ну, в любом случае Эпосы Они хранятся, они передаются из поколения в поколение Но Вопрос в том Насколько Длина их жизнь Жизнь эпосов Сколько они живут, тысячу лет там Или несколько сотен Лет, или несколько тысяч лет Но в любом случае Хочу обратить внимание, опять же, на сказки Про Великанов То есть у нас прошлый там Стрим был позапрошлый, про великанов Но ведь в сказках Описываются великаны совсем недавно Так же, как и драконы С которыми рыцарь Рыцари сражались То есть получается Динозавры тоже жили не так давно И У индейцев Майя Есть об этом Прямо вот Конкретные, так сказать Фигурки Динозавров Которые раскопали недавно И которым там буквально Несколько сотен лет Вот Причем очень большое разнообразие Всех этих форм Рептилий Этих Этих Динозавров И в наших сказках Сплошь и рядом Там Драконы Змеи Горынычи В русских сказках Так вообще Они там И с разным количеством голов Можно Конечно Это Представлять В виде Духовной практики То есть Река Смородина Через которую там Переходил Опять же Главный герой Считается Что река Смородина Это река смерти Которая течет Через Скажем так Многие миры Во вселенной И опять же Это показывает Что Герои Переходят Через эту реку То есть Переходят В Навный мир Вот Но Это вот опять же Как я говорил Уже к магической части Сказок относится Но Очень много Сказок Про великанов Про того же Святогора То есть Если мы смотрим Былину То Кто у него Главный герой Кто с ним был Илья Муромец Или Добрин Никитич Он умещался У него в кармане Вместе с лошадью То есть Это как раз Говорит о том Что великаны Это жили Совсем недавно Поэтому И скелеты Откапывают Везде По всему миру Но Сколько Может Кость Гнить В земле А Скелеты Это Находят Не каменелые А скелеты Находят Обычные Просто Их не показывают То есть Великаны Жили Получается Совсем Недавно И вот Тот же Мультфильм У нас Ореховый Прутик Где Значит Великана К великану Девочка Приходит Чтобы он Помог Спасти Брата Опять Вот он Он Недавно Они Недавно Здесь были Эти великаны И Змей Горыныч И драконы Они Тоже Были Недавно Получается Вот Судя По сказкам Ну Вот Что я Хотел Еще Добавить Да Да Еще Тоже Добавлю Я Сейчас Секунду Подожди Еще Добавлю По Зме Горыныч Только Что Тоже Можно Ассоциировать Смотрите Змея Горыныч Многоголового С летательным Аппаратом Который Ну Много Пушечный Можно сказать Огнем Там Стрелял Наводил Ужас Прилетал Огнем Огнем Дышал Змея Горыныч То есть Получается Тоже Мог быть Какой-то Летательный Аппарат И Раз Ассоциировали Его С летающим Драконом То Получается Люди Помнили О драконах Еще Недавно Ладно Все Да Я Там Есть Такая Колесница Ушпака Так Вот Описывается Что С ней Рама Даже Общался То есть Говорит О том Что Она Описывается Буквально Как Живое Существо Скорее Всего Скорее Всего Это Была Так Скажем Интеллектуально С Искусственным Интеллектом Какая-то Вещь Ну Если Переводить В наше Понимание Хотя Кто Там Знает Что Там За Устройства У них Были Я Хочу Вспомнить Такой Фильм Лекс Сериал Если Кто-то Его Смотрел Это Фантастический Сериал Норвежский Если Не Ошибаюсь Шел Уже Давно И Там Был Описан Такой Космический Корабль Который Живой То есть Он Там Летел И Ел Эти Кометы Ему Нужна Была Пища Постоянно И Он Общался Буквально Он Какой-то Умно Биологически Интеллектуальный Какой-то И Причем Он С Супер Оружием Каким-то Плазменным Вполне Возможно Что и тогда Такие же Вещи Существовали Да А по поводу Великанов Да В той же В этих Эпсах Описано Что Вот те же Люди Обезьяны Они были Разного Роста И 7 метров И там 5 метров И обычные Маленькие И Сами Герои Они тоже Описаны Высокими Еще Описана Способность Героев Увеличиваться Или уменьшаться В размерах Что Опять же Сейчас Даже в фильмах Обыгрывается Да Есть такой Фильм Человек-муравей Там буквально Техническое Средство Такой Костюм С помощью Которого Уменьшается Расстояние Между атомами Да И человек Может себя Уменьшить Ну Я думаю Что И в обратном Порядке Можно себя Увеличить Так же Но это В фильме Уже не Обыгрывается А вот там Конкретно Сказано Что тот же Хануман Он мог Становиться И великаном Потом все Порушить Или наоборот Маленьким Стать Куда-то Проникнуть В скважину В окошко Маленькое То есть Это очень Интересные Все вещи Да И Они Имеются Скорее всего Под собой Реальную основу То есть Существа Люди И вообще Жители Прошлой цивилизации Умели Пользоваться Какой-то силой И Это вполне Реально Которая Позволяла Творить Вот такие Чудеса Летать Перепрыгивать Горы Брать горы Чтобы их Перенести Куда-то Или Уменьшаться В размерах Становиться Великаном Приобретать Силу Даже Есть Допустим Герой Который Пользуется Силой Земли Но Если Их Оторвать От Земли То они Лишаются Силы Это уже Греческие Всякие Мифы Римские Эти Да Древнегреческие Мифы То есть Все это Вполне Реально А насчет Летательных Аппаратов Вот Такое Небольшое Дополнение Что Они Были С искусственным Интеллектом Сейчас Такие Пытаются Создать Но Пока что Я думаю Далеко До Реализации Такой Применимой Да Да Но вот у Бабы Егита У нее же Ведь тоже Избушка Была С Интеллектом На краю Галактики Фантастические Там ведь Тоже Космический Корабль И Пилот Они были Единым Целым И они Были Живые Как Как же Они Называли В этом Фильме Не помню Как назывался Этот космический Корабль И он Как-то Он был Живой То есть Он был Выращенный Конкретно Выращивались Эти Космические Корабли Как лошади Как кони Вот Поэтому Очень часто У нас Вот И Участвуют В сказках Именно Конь То есть Живое Существо Пегасы Опять же Летающие Кони Вот И И То Что Они Были Живые И То Что Они Были С Интеллектом Вот Как я Уже Говорил Там У той же Бабы Яги Избушка Жила Своей Жизнью Вот Поэтому Действительно Очень Много На самом Деле Если Начинать Вот Сказки Рассматривать С такой С такой Стороны То Начинаешь Понимать Чего Здесь На земле Только Не Был Вот Фильм Люди в черном Вообще Что Здесь Действительно Было Какие Какие Здесь Были Технологии И Магические И Технические Ну Вот И Смотреть Если В сказке То Действительно Очень Много Всего Представлено И Сам Это Главное Что И Моя Мысль Какая Чего Хочу Донести Да И Я думаю Вы Со Мною Тоже Согласитесь Что Реальные Вещи Которые Творились Творились В Сунули В мифы В эпосы Ну Которые Тоже Можно Посчитать Выдумкой И Естественно В сказки В разных Народов Причем Очень Многие Сказки Схожи В описании Того Или Нового Оружия Или Того Или Нового Героя Или Бога Вот И Все Это Сказки А Сейчас Столько Видео Появилось Тех Же Существ Карликов Гномов Эльфов Гигантов Каких Ну Гиганты Конечно Это Могут Голограммы Создавать А Вот Насчет Других Мелких Видимо Пришло Время Им Опять Показаться Что Ли Я так понимаю Они скрывались Да То Все Это Есть Все Это Реально Те же Маленькие Вырезанные В скалах Помещения Для Людей Метрового Роста Все Это Реальность Или Например Случай С одной Американской Журналисткой Которую Обнаружили Через Пять Лет Или Через Три Года В горах Она Говорит Я У этих Гномов Горных Жила Даже На языках Выучила Какой-то Странный Вот Все Это Вполне Я Считаю Реально И Даже Наши Народы Оленеводы Говорят Да Вот Смотри Меньше Огонек И туда Пошел Один Значит Из стада Говорит Мы его Не трогаем Потому Что Это Вот Эти Подземные Они Берут Его Себе Так Жертв Жертва Иначе Они Вылезут И Просто Все Порушат У них Магия Поэтому Соответственно И всякие Если Настоящие Ведьмы Или Колдуны Они С ними Могут Войти В контакт И вызвать Их С ними Только Так Можно Общаться Но Эти Существа Опасны Это Реально Потому Что Мы Просто Не Умеем С ними Общаться Поэтому Вот Что Я Хотел Добавить Немного Добавлю Да Вспомнил В Рамаяне Написано Кстати Что Рост Рамы Был Три Метра По Умным Кораблям Вот Я Еще раз Говорю Джоре Хорошая Фантастика Книги Сейчас Пятая Пишется Там И Описано Про Умные Корабли Тоже Тут Вопрос В чате Задали Что Вы Скажете О том Что Мы Пятая Цивилизация Я Ничего Не скажу А Кто Хочет Сказать Я Скажу Что Мы Не то Что Пятая Мы Пятьдесят Пятая Потому Что Они Тут Так Быстро Меняются Мы Тут Тоже Разговаривали Что У Культуры Вообще У Цивилизаций Есть Срок Так Сознание Жизни Но Это Как Вариант Как Такая Теория Не Единожды Уже Озвученная Что Человечество Рождается Проходит Все этапы Изросления Вырастает Улетает В космос Вот Начинает Там Чудить Взрывать Планеты Валить На землю Луны И так Далее И опять Падает На самый Низ Вот И опять Начинается Восхождение То есть Сколько Раз Уже Здесь На земле Судя По тем Разрушениям Вот Мы Сейчас Начинаем Смотреть Какие Тут Воронки В Сахаре Сбитые Луны Разрушенные Земли В солнечной Системе Сколько Здесь Уже В этом Скажем Так На этом Полигоне Появлялась Культур Цивилизации Которые Взращивались Потом Друг друга Уничтожали Начинали Все С самого Нуля Я Сомневаюсь Что Здесь Пятое Думаю Что Здесь Явно Не Пятое Ну Я Тоже Соглашусь И Даже С данными Вед Соглашусь Что Про ту же Великую Стужу 13 тысяч Лет Назад Примерно Это Даже У тех Старобрядцев Эта Тема Держится Они Передают Это Из уст На Уста Староверы Их Называют По ошибке Многие Называют Староверы В плане Что Дониконовские Христиане Но Я Уже Озвучил Кто Это Такие На самом деле И Видимо Там Двоеверие Существовало Которое Может быть Как Прикрытие Тех Знаний Которые Они В себе Содержат Именно В родовых Общинах И Естественно Они Исчисления Ведут От этого Дня В прошлое По родам И все Точно Сходится Сколько Лет Назад Или Лун назад Сколько Было Такое Событие Или Сякое Событие Единственное Что Я не могу Пока Найти Рамки Временные События В Махабхарате Кто-то Говорит Шесть Тысяч Лет Назад Или Пять А Допустим Кунгуров Говорит Два С половиной Или Даже Полторы Тысячи Лет Назад Но Там Описана Именно Война Богов Людей И Всяких Созданий Существ Возможно Что и в других Мифах Она тоже Повторяется У других Народов Вот Что я Я вот Тоже Хочу добавить Опять же Если брать Войны Богов И Вернуться К тому же Египту Как я уже Говорил Не единожды То есть Если брать С позиции Реинкарнации То Представители Из других Земель Которые Существовали Здесь У которых Были здесь Свои проекты Если они Не хотели Оставаться На земле Реинкарнироваться То Они старались Свои тела Переправить На свою Родную Планету И вот это В Египтах Вернее В мифах И Древнего Египта В какой-то Степени Есть Вот этот Отлик Того Что Эти Саркофаги Являлись Своеобразным Телепортационным Устройством В которое Ложили Покойного И он Соответственно Отправлялся В другой Мир Ему Там Отправляли Что Где У него Что он Там Живет Что у него Там Есть С одной Стороны Можно Сказать Что это Загробный Мир Но с другой Стороны Это Говорит о том Что они Действительно Боги Или представители Вот этих Цивилизаций Развитых Культур Они Действительно Отправляли Покойных Своих Телепортировали На свою Землю Вот И соответственно Затем Уже Когда они Ушли Вот это Вот Как фетиш Как у Тех же Например Негройных Народов Которые Поклоняются Самолету Деревянному Это Вот Осталось В виде Такой Вот Легенды И мифов Харгокульт Харгокульт Имитация Да С одной Стороны Я конечно Ни в коем Случа Загробную Жизнь Не отвергаю Но Как вариант Что Вот эти Саркофаги Уже Больно Искусно Они сделаны И уже Там Неоднократно Говорили Что Ну явно Это делались Не египтянами Вот Опять же Мы не знаем Какими технологиями Они Это современная Так Трактует Археология История Что там Сидели Значит Какие-то Рабы С какими-то Там Медными Молотками И эти Каменные Глыбы Там Вытачивали Вот Ну это Вот я Если Да С такой Стороны Посмотреть Пятая Цивилизация Как С точки Зрения Смены Эпох Ну да И в наших Ведах И в индийских И даже У американских Индейцев Про смены Эпох Есть Что Ну в индийских Там Называется Как там Сатя Юга Кали Юга Сейчас идет Там еще Всякие Юги У нас Это День и ночь Сварага И Действительно Если Получается То Предыдущие Которые Перед нами Жили И что В индийских И что В наших Ведах Описано Что Они Были Повыше Ростом Они Были По 2,5 3 Метра Ростом Средним Вот Как бы Если Считать Что Это Была Другая Цивилизация До этого В индийских Ведах Написано Что До Них Жили Пятиметровые А еще До Них Десятиметровые Но Это Связано С Кручением Галактики И С Самым Движением Галактики Перемещение Они Влияют И Также Солнце Идет По Спирали То Ближе К Центру Галактики То Дальше Что Ты еще Хотел Сказать Может Вопросы Какие-нибудь Есть Не Вопросов Особо Нет Дайте Мне Сказать Давай Виктор Точно Давно Не Говорил Дело В том Что Пока Мы Недалеко Ушли Но У У вас Есть Замечательный Результат У нас Же Есть А Конкретно У меня Ну Может Не все Смотрели Мои Ролики Вопрос В чем Вот Вы Завели Разговор Про Луны Про Сказки Мы Ведем Разговор Я Есть Тот Человек Который Опять же Благодаря Знаниям Народным Знаниям Которые У нас До Нас Дошли Возродил Легенду Этого Змея Горыныча И В календарных Системах Древнейших На земле Известных Науки Подчеркиваю Не народу А науки Которых Откопали На территории Современной России Они Древнейшие Календарные Системы Она Называется Сибирская Календарная Система Именно В ней Я Помог Науке Разгадать То Что Они Не могли Возродить Потому что Они Нашли Календарные Системы Древности На которых Непонятные Объекты Которых Сегодня Нет На Небесах Это Это Оказались Луны Это Оказались В календарях Древности Те луны Про которые Мы знаем И прекрасно Что их было Три Когда они Появились Куда они Исчезли Где были Разрушены Как погибли И они Есть В древних Календарных Системах Причем Не просто В одной Сибирской А по По всему Миру И все Это Помогло Возродить Легенду Змея Горыныча Потому что Если Когда я Их нашел Три Нашел Их символы Нашел Их расчеты Нашел Этот символизм По всему Миру И подтвердил Своих Видео Рассмотрел Катастрофу Дарьи Атлантиды Все это Показал То Казалось Мы Говорим О сказочном Образе Змей Горыныч Трехголовый Никому Ничего Не говорит Это и есть Три Змей Они же Мун В латинице Это сохранилось Змей Мей Мун Это Три Луны Горыныч Опять же Го Это вообще Небесное Движение Но уберите Согласующий Символ Раньше Это Согласующих Символов Не писали Вот и Получается Горыныч Грынычи Грынычи Что вы Слышите Горит Ночью Вот вам Сказочный Образ Змея Горыныч Четырехголова Который Горит Ночью Опять же Вот вам Оживление Сказки С подтверждением В реальном мире С подтверждением На фактах От ученых Это уже Космический Масштаб Это уже Не масштаб Нашей земли И вот Она Возродилась Это Мысли Форма Змея Горыныч Четырехголового И катастрофы Были Отслежены И показаны Эти древние Календари Древние Календари По земле Наука Называет Инопланетными Она не в состоянии Пояснить Потому что Там эти объекты И в Америке И у нас И по всему миру Все что они Откапывают Древние Они содержат Эти луны Содержат Движение Земли Луны Когда Та луна Что осталась И земля У них был Одинаковый цикл 360 дней То есть Это все Описано В ведах Это есть По всему миру И это Удалось найти Подтвердить И показать Людям Возродить Фактически Сказку А сказка Что по сути Сказ Это рассказ Повествование О событиях Но если раньше Это были просто знания Сейчас это в форме Непонятно чего Было Не было Никто не знает Наука не хочет заниматься Потому что Ей это не надо А вот мы занимаемся И получаем Невероятные результаты Для людей Которые фактически Не ученые А просто знают Как говорится Своё прошлое Изучают его И находят ответы Если Если они есть Из Различных Источников Никак не связаны Которые Подтверждают То что было Переиздано То же самое Что и сказки Пушкина Это переиздание Более древних Сказок Ну а фантастики Для нашего Современного человека Там действительно Огромное количество Дорислава Он вывел нас На космический уровень И та же И та же самая Сказка Про Садко Когда он там Путешествует И где он там Или у Сатурна Или у Юпитера Когда у него Количество Сестер Ну которые Там правители Этого Дочерей Совпадает с Количеством Спутников И Садко Предлагает там Жениться На возглавить Как говорится Один из этих Спутников Жениться на одной Из дочерей Он не соглашается И через Портационное Телепортационное Устройство Возвращается В свой город То есть Фактически Это не сказки Это просто Были Для нас Сказка То есть Повествование О событиях Которые надо изучать Можно применять И восстанавливать Даже для повседневной Жизни Получая такие Результаты Как Змей Горыныч То что я до этого Говорил И то что Другие Высказывались Мы идем Именно в том Правильном Направлении Передаю Слово Еще хотел Добавить Про староверов И старообрядцев Если с точки зрения Ведической традиции Славянской То Ну сейчас Современные люди Как бы путают Что староверы И старообрядцы Это как бы одно и то же Но с точки зрения Ведической традиции То староверы Это те Кто ведической традиции То есть Старой веры До христианской А старообрядцы Это те Кто не согласился С Никоновской реформой Они не приняли Новый христианский обряд А использовали Старые обряды Но Если глубже Копнуть Самих старообрядцев И у меня Такое получалось Я натыкался То некоторые То ливидисты Маскируются По старообрядцам Такое бывает Некоторые Ну есть старообрядцы Которые вообще Как бы не в теме Даже Библию не читали Просто потому Что они из семьи Старообрядцев Так себя называют Есть Старообрядцы Наталкивался Что там есть У них бабушки Которые реально Магией владеют Есть бабушки У которых Древние книги Хранятся На непонятных языках Но это вот так Вот я сказал И сейчас Передаю слово Кто-то еще Что-то хочет Сказать Дорислав Или Евгений Ну да Я добавлю Что Старообрядцы Да Вот как ты говоришь Ну возможно Да Возможно Что И те И третьи Мести То есть Маскируются Но Я всегда смотрю На Символику Которая есть В той или иной Культуре Мне это Говорит сразу Обо всем Практически И вот я уже говорил Да Что Изучая там Какие-то Старообрядческие Там Не знаю Там Музеи Вот в любой Зайди Какой-нибудь из них Музеев Обязательно На что-нибудь Наткнешься У тех же Резинских Да Смотришь Смотришь Вроде там Какие-то Утварь Посуда Раз И вышивка Да Особенно Надо смотреть На Орнаменты Вышивки На Скажем Стиль А он всегда Практически Один и тот же Везде Какие-нибудь Уточки Птички Да Все это Ведические Вещи Какие-нибудь Петушки Там Какие-то Непонятные Вышитые Женские Фигуры Которые могут Означать Только Лишь одно Допустим Макош Да Или там Лада Богородица В основном Конечно Очень много Макош Изображено И ее Сопутствующие Знаки Символы Естественно Свастичные Знаки В разнообразных Вариациях Там Есть и Женские Обереги И просто Обереги Там Вот Кстати Говоря У Романа Да Есть Брехняру Канал Такой Вот у него Об одном Из таких Оберегов Называется Рысич Он ролик Сейчас сделал Его посмотрел Недавно Все это Реально И Ведь это же Славянские Ведические Вещи И Такой Возникает Вопрос А откуда Они У старобрядцев До Никоновской Толка Очень странно Да Казалось бы Но ведь Даже официально Наука Признает Двоеверие На Руси Единственное Что она Умаляет Его Скажем Временные Рамки Те же Змеевики Медальоны Которые С одной стороны Святой Какой-то Опять же Непонятно Что это за Святой Потому что Тоже Валерий Алексеевич Чудинов Он Например Говорит Вот смотри Здесь написано То А это ведь Новая надпись На самом деле Допустим Здесь изображен Не Христос А допустим Перун Или Еще какой-нибудь Кто-нибудь Там Яр Или Рот Да Всякие надписи Мелкие Я их тоже Нахожу Постоянно Все это Настолько Необычно И в голове Не может совместиться Да Никак Пока что У меня точно Пока никак Я пока еще В раздумьях Какой период Насколько Долг Был этот Период И И ведь Даже уже Еще в 20 веке У тех же Старобрядцев Плошь и рядом В деревнях Буквально Перед храмом Праздновались Всякие Языческие Как их сейчас Называют Праздники Да То есть Это просто Удивительно Или например Когда они В поле Валяются То есть Молятся О урожае Обращаясь К земле К матушке То есть Настолько Непонятные Вещи Все равно Что сказать Что например Каковы Христиане Африки Да Каким образом Они там Живут Все очень просто Танцуют в церкви Потом идут Колдуну Чтобы решить Какую-то проблему Наверное Я думаю Что-то Типа этого Грубо выражается То есть Вот это все И даже Наши христиане Я могу сказать Что многие Суеверны Что такое Суеверие Это как раз Остатки Ведических Каких-то Традиций Это точно Я вам отвечаю И до сих пор Бабушки Особенно И даже Молодые люди Они Суеверие Верят Оголтело Взять Веточку Отнести Домой Взять Свечу Сделать На косяке Крест Вот Это и конечно Может и хорошо Да Я тоже Так раньше Делал Пока Что называется Не вырос Из неофита И это все Отголоски Именно Вот это Вот этих Совмещений Странных Которые Не можно Нельзя Вытравить Вот Крестил Да Владимир Руси Все Или там Разделилась Церковь На западную Восточную Все Нет не все Это разделение Или это крещение Может исти Столетиями Если не больше И будет существовать Бок о бок Вплоть до того Что В качестве Двух Религий Да Ведической Допустим И христианства Отдельно Потому что Известно Что храм Ведический Каменный Они 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 Деревянные Строились Вплоть до Ну буквально В 19 Веке Я думаю Что и в 20 Наверное Восстанавливало Что-то Это просто Нам Преподнесли Всю историю Совершенно Исковерканную Перевранную Тот же раскол Никоновский Что это такое Мы не знаем Почему Нужно было Войска посылать И уничтожать Целые монастыри Если они Христиане Да Например Целые Соловки Вырезать Там Все это Настолько Странно Странно На самом деле Ничего Странного Нет Просто нам Переврали Всю историю Нам Умалчивают Все это Что Петровские Войска Творили Не то Что нам Показывают В фильмах Михаил Ломоносов Когда Эти злые Старобрядцы Да Там Воздействие Своих Наставников Запирались В этих Целиком Там Целой Общиной В одном Доме И сжигали Себя Скорее всего Это именно Войска Петра Их загоняли Туда И сжигали Вот Например У меня есть Друзья Которые Были Христиане Православного Толка РПЦ Да Наша Заменитая Вот Но потом Перешли Староверие Да Это Единоверие Есть такой Момент Что они Могут у нас Прочащаться В христианских Православных Церквях И там Мне говорят Что Нет Это как раз Петр Ты правильно Говорит Мыслишь Это Петр Петровские Войска Их Уничтожали Таким образом Столько Много Утаянного И скрытого Которое Сейчас Буквально На наших Глазах Открывается Передаю Слово Сейчас Действительно Вот Я хотел Сказать В связи Со всем этим То что Ты сейчас Говорил Интересно Вот сейчас Именно Последнее Время В интернете Именно Можно сказать Люди Которые Как альтернативные Исследователи Ся называют Они Вскрывают Что Получается Разница Есть Между Альтернативными Исследователями И официальной Историей Что по официальной Истории Тысячу лет Назад Там Владимир Крестил Русь И на этом Все Да И все Забыли Что там Было Раньше А по альтернативной Получается Что оказывается Недавно Была Тартария А она Ведическая Вроде Была Оказывается Я тут узнал Что недавно Было Княжество Литовское Которое Тоже По ведической Традиции Было То есть Их как-то Обошло Христианство Получается Вот Мы Последнее Время Именно Вскрываем То что Обман Истории Что Не так Давно Все Происходило Как в официальной Истории Отодвинули А оказывается Это не так Давно Было Потому что Я тут В Латвии Живу Тут допустим Вроде как Я слышал Такое Что 150 лет назад Христианство Пришло В Латвию Я так Слышал Да Но Это не так Давно Ну и тут Как бы Особо Не Прессовали За символику Да Допустим И поэтому Символика Выжила Она до сих пор Тут не запрещена Тут свастика До сих пор Разрешена В Латвии Как бы И никто Не ассоциирует Что это Гитлер А ассоциирует Что это Ну Вышивка Народная Ну народная И символика Но это только Нужно было У нас Именно В России Это запретить Потому что Здесь особенно Влияние Видимо Этому символу Ну да Да Создали фашизм Чтобы В нашей стране Запретить А в других Все в порядке Приезжаешь в Японию Куда угодно Там Особенно Буддийский Стран Там все Пожалуйста Никто Их фашистами Называть Никто их Гаагскому суду Не привлекает Никто их Не ведет Под суд А у нас Смешно У нас В Латвии Ну не ежегодно А как-то там Через несколько лет По-моему Проводится праздник Песни и пляски И там Это такие Свастику Как огнем Жгут такие Ритуалы Славу Перуну Поют Короче В песнях То есть Это как бы Народная традиция Солнечный культ Который был По всей земле Буквально По всей земле Да День солнцестояния У нас Лига называется Его не отменяли Даже в советские времена Активно праздновали Все время То есть Вот как бы Есть некоторые кусочки Где они очень Присанули Даже есть такие иконы Особенно старые Да Где Видно что Изображен Солнце Да Вот сияние Там Красный Яр Какая-то Тройная Икона Там Допустим Сзади Бог-Отец В середине Еще какой-то Лиг Там Божья Матерь Да И Иисус Христос Ну Другие Называют Что Мара С младенцем Яром А вот А что там Делает Солнце С глазами На этой Иконе Вот это Именно Красное Сияние Это Яр Да Их В церквях Это Старая Роспись Открывается Такая же Там Солнце И Естественно Когда к ним Люди Обращаются Да А что Вот это Такое Они Просто Уходят В сторону Эти Монахи Или там Священники То ли Зная И не Говорят Скрывают То ли Просто И сами Не Бум Бум Ну Вот Если Немножко Скатились В Немного Другую Тему Тоже Добавлю Чуть Чуть Мне В свое Время Тоже Дед Объяснял Что Если Брать Опять же Наш Круголет То Вот Эпоха Мара Которую Мы Пережили Сейчас Которая Сейчас Закончилась Вернее Эпоха Лисы Покровительница Мара У нее Ведь Символ Как раз Крест Вот Не Православный А По-моему В Чехословакии Или Словакии Словакский Крест Как раз Вот этот Крест И две Параллельных Палки И вот Он Как раз Да Вот он Как раз На Круголете Числа Бога Это Как раз Символ Эпохи Мары Эпохи Лисы Вернее Покровительница Мара И мне Он Объяснял Таким образом Что На самом деле Если Посмотреть Опять же Православные Праздники Христианские Это Это Вот у нас Там Смещение Произошло В РПЦ Они Так Вот Не Стали Подгонять Его А По Большому Счету Все Празднуют Рождество Именно На солнцеворот На солнцестояние Зимнее То есть Все праздники Они Так Или Иначе Все равно Привязаны К солнцу И Вот этот Кельский Крест Это Как раз Движение Солнца По небосводу То есть Оно Одновременно Двигается Сверху Вниз И Слева Направо Вот Иисус Действительно Он Олицетворяет Солнце В данную Эпоху И несет Знания И Так сказать Свет Людям Ну и Соответственно Если брать Мару То получается Вот этот Крест Он означает Три мира То есть Мир Навный Мир Явный И мир Славный В эпоху Мары В явный Мир Воплощается Очень много Душ Из темных Из темной Нави Душ Стихийных Душ Так сказать Молодых То есть Это как Дерево Зимой Вернее Весной Набирает Соки Молодые И потом Все лето Преобразовывают В листья В кору Так вот И мы Наш мир Яви Набирает Из Нави Очень большое Количество Молодых Душ И соответственно Для этих Молодых Душ Создаются Такие Очень Жесткие Рамки Как в детском Саду Если вы Начнете Там устраивать Демократию То они Не будут Не спать Не есть И еще И поубивать Друг друга Вот Поэтому Тоже РПЦ Достаточно Жесткая Иерархия Жесткая Структура Для того Чтобы Каким-то Образом Вот эти Души Молодые Привести К порядку Вот И соответственно Эпоха Мары Опять же Если брать Ма Ра То есть Сияющая Мать С помощью Какой силы Можно эту Стихийную Душу Поднять Наверх Конечно же С помощью Любви Соответственно И идет Вот это Вот Опять же Слова Иисуса Что Я несу Любовь и Свет Как раз И говорит о том Что вот Эпоха Мары Полностью По круголету Она соответствует Современному Православию И Никакого Там Противоречия Нет Просто Человек Проходит Этот Этап Период И Идет Дальше То есть Меня в свое Время Вот таким Вот образом Помирили Примирили С РПЦ С этой Системой Мне Объяснили Вот Что Она точно Так же Завязана На солнечном Цикле Точно так же Все Ввязаны Все праздники Поэтому Я Кажется Для себя Все Противоречия В свое Время Снял А еще Хочу Добавить По этому Поводу Что Раз уж Мы затронули Тартарию Очень много Гравюр Очень много Книг Западных Путешественников Которые Описывают Что Были Три Официальных Религии Только Очень Странный Толк Христианства Но Она Была То есть Там Иисус Описан Младенец Причем Почему-то В виде Статуи Такой Золотой На Золотом Чаше Ей поклонялись И мать его Была Там То есть Мария И христианство Была Официальная Религия Буддизм И Ислам Три Официальные Тартарские Какие-то Государственные Государственные Религии И Опять же Подтверждают Все эти слова И Ну Они же Рядом Существовали Но Почему-то Всегда Смущает Схожие Символики Ну Так Именно В том Смысле Как Ты Дорислав Объяснил Я Я Понял Я Отвечу На вопрос В чате Отвечу Как Относимся К Тимовскому Я Скажу Ну Вот Кто Здесь Да Мы Живем На Шаре Земле И Верим Ну Не Верим Мы Знаем Что Полеты В космос Есть МКС Есть И Все Полеты В космос Есть И Были По Тимовскому Он Просто Находит Что Некоторые О Космосе Снимают В студии Да Ролики И Он Просто Это Разоблачает И К этому Придирается Я С этим Согласен Что Ролики О космосе Могут Снимать МКС И О полетах Могут Снимать Частично В студиях Но Это Не Значит Что В космос Никто Не Летает Это Значит Просто Что Может Телевидению Им Требуется Больше Роликов Показывать И Так Легче Снимать Снимают Студии Ну да Еще Есть Видео С Земли Заснятый МКС Летящий Там Наверху Это Значит Говорит О том Что Она Там Есть Ну Конечно Ж Приверженцы Там Тимовского И С ним С ними Могут Сказать Что Это Все Голограмма Это Все Фейк Что Зывается Хоть Хоть Туда Слетай На Вимане Засними Все От И До От Полета От Начала Взлета В Прямую Трансляцию Запустим Все Реодно Скажут Что Это Ты Фейкомет Это У Тебя Графика Ты Сидишь В студии С С Супер Эффектами И Это И Ты Просто Всех Дуришь То То Да Добавлю Тут Что Им Ничего Не Докаж Во Первых На МКС Стоит Камера Направленная На Землю В Онлайн Круглосуточном Режиме Можно Набрать В Гугле Онлайн Камера С МКС Она Круглосуточно Снимает Землю Направленную Да И МКС Можно Узнать Его Расписание И Увидеть Его Как Оно Летит Ну Если Конечно Там Тучи Не Мешают И Так Далее Да Ну Если Узнать Место В котором Она Будет Пролетать Так Чтобы Вашей Поле Видимости Было Вот Ну Ладно У нас Вообще Сегодня По Сказкам Это Кто-то Еще Скажет Слово Или Что Или Как Мы Виктор Ну Мы Должны Были Катю Еще У Нас Еще Катя Должна Была Как Докладчик Но Она Видимо Не Придет Уже Но Мы Уже Как Больше Двух Часов Я Думаю Как Б Мы Достаточно Вроде Рассказали Да Можно же И Можно И Подытожить Скорее Всего Потому Что Двадц Слишни Часа Это Нормально Ну Может Евгений Начнет Подведение Итогов Тогда Да Я Ну Я Уже В принципе До этого Высказался Еще раз Могу Повториться Немного Что Вот Мы Сегодня Тему Восвещаем Сказок Их Многогранность Это И Это Подтверждается Вот Тем Что Сказано Здесь И Хочу Сказать Что Сказки Сказка Ложда В ней Намек Да Добрый Молодцем Урок А я Скажу Так Сказка Это Явь То есть Сказка Это Правда Может Быть Там Приукрашено Да Как В стихах Может Быть Приукрашено Например Какое Событие Но Описано Реальное Событие Вот И В них Также Приукрашено Но Описываются Реальные Вещи Реальные События То же Самое В эпосах В мифах Сказаниях Сказах Былинах И так далее Я считаю Что там Описаны Вполне Реальные Даже Исторические Реальные Вещи И события И существа И люди И боги И полубоги Все это было Но сейчас Это Преподносится Как Миф Как сказка Вот такое Мое мнение Вот так вот Я хотел бы Подытожить Со своей стороны Ну Я тоже Со своей стороны Хочу сказать Друзья Слушайте Сказки Читайте Читайте Фантастику Фантастика Сказки Это Действительно События Реальные Может быть Которые Происходили На земле Может быть Которые Происходили Рядом С землей Какие Это может быть Происходили В других Мирах Там Других На других Землях Но в любом Случае Человек Вообще Не может Выдумать Что-то Несуществующее Во вселенной Он обязательно Считывает Какое-то Событие Либо из Своей родовой Памяти Либо из Информационного Поля Поэтому в любом Случае Единственное Что На земле Есть определенные Рамки И определенные Условия То есть Здесь взращиваются Как взрослые Так и молодые Души И поэтому Чтобы Не Скажем так Молодые Умы Не готовы Воспринимать Информацию Не тревожить Не будоражить Это все Облекается В такую Фантастическую Форму Что это Типа Неправда Поэтому Успокойся Все нормально Живи спокойно Живи своей Жизнью Естественно Те кто постарше У которых Не зря же Ведь говорили Знания Опасны Для незрелых Умов Поэтому Если ваш Ум Зрелый Чем Зрелее Он будет Тем больше Вы начнете Видеть В сказках Знаний Прошлого Технологий Практик Духовных Душевных И так далее Но Я все-таки Даю Всегда Такой совет Если вы Это видите Абсолютно Не факт Что ваш Сосед Тоже Это видит Потому что Он может быть Совершенно Начального Уровня И для него Это сказка Всего лишь Сказка Как говорится То есть Никакой Реальности Для нее Для него Она не представляет Поэтому Если вы Вдруг Открыли Для себя Истину Как я Очень часто Вижу И начинаете Этой истиной Твитировать Своих близких Родных То скорее всего У вас будут Неприятности Найдите просто Такие же Которые С вами Согласны И которые Вас понимают Вы с ними Разговариваете На одном языке Так что Учитесь Читайте Познавайте Постигайте Ну Я тогда Продолжу Миряне Хотелось бы Сказать Что Сказка Ложь Да в ней Намек Кто Познает Тем урок Потому что Ну не только Добрые молодцы Но и Добрые девицы Даже которых Сегодня к нам Не успела Так давайте Расшифруем Что передается В этом Даже Выражение Сказка То есть Повествование О событиях Это ложь Что такое ложь Ложи Это поверхностная Информация Информация Которая Прикрывает Глубину Да в ней Намек Ну Наметки Этой информации Если вы Уцепитесь За эти нити Сможете Их потянуть И раскрутить И познать Глубину Этой сказки И Открыть Ее для себя Для людей Для того Чтобы использовать Эти данные И в нашем мире Чтобы снять Ограничения Поэтому Всем Кто Участвует В познании Желаю Успехов Объединяйтесь На основе Здравомысля Успехов Всем В познании Всех Благодарю Зачем Я еще раз Отвечу Комментатору Тому Кто Комментарии Пишет Мы делали Недавно Можешь Зайти на мой Канал Посмотреть Мы делали Стрим Земля Шар Или Плоская Несколько Эфиров Назад Мы Приглашали Беляева Этимовского И других Плоскоземельщиков Они Отказались Я Скажу Своё Мнение Поэтому Вообще Да Что Плоскоземельщики Это Плоскомозглые Люди Которые Могут Только Таким же Плоскомозглым Вешать Лапшу На уши Ладно Это Ответил На комментарий По Сказкам Да Сказки Вот Правильно Виктор Сказал Что Действительно Это Какая-то Переделочка Современная Добро Молодца Кто познает Тем урок Раньше Было Но Изучайте Сказки Кстати у меня На канале Есть Плейлист Сказки Он называется Мультфильмы И сказки Если у вас Есть маленький Ребенок Вы можете Зайти на Этот плейлист И посмотреть Там сказочки Мультфильмы Ну то есть там Мультфильмы Сделанные По сказкам И по старым И не очень Старым Да Если у вас Есть ребенок То как раз Для детей Это очень полезно С детского Возраста Сказки Вообще Как бы Для чего Смотрите Это взрослый человек Он может Изучать знания Такими Как они Есть А маленькому Ребенку Скажем Когда ему Сколько лет Еще маленький Он Если вы ему Дадите Просто Такие знания Серьезные Он не поймет Ему Неинтересно Будет А вот Через сказки Он как раз Может захватить Все эти образы И ему Как раз Будет интересно То есть Это и знание И для детей Особенно Вот именно Сказки Полезное знание Ладно На этом все Заканчиваем эфир Дай еще слово Забыл Самое главное Сказать Я Забыл сказать Главное Что Насколько Я себя Помню А первые Свои воспоминания В жизни Вообще Они от того Что мне Бабушка Рассказывала Сказки Фактически С молодых С молодых Лет То есть Возможно Вот эти все Сегодняшние Достижения Находки И вообще Становление Мое Было заложено Как и других Ранее Закладывалось Именно с детства Когда наши Бабушки Мамы Рассказывали Сказки Не те Что сейчас Даже в книгах Они закладывали Именно Мировосприятие Вот эти Образы В ребенка И в итоге Вот они Дают Такие Всходы Через Много Много Лет Так что Вот все Благодарю За внимание Вот это Что хотел Добавить Так У нас Оператор Гашек Здесь Выключаем Самое Смешное Если у нас Может быть Что у нас Оператор Отошел Или уснул Мы Выключаем Тогда Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok